Мы сегодня посетили дом музея Аветыга Исаакяна в Ереване. Аветыг Исаакян был великим армянским поэтом, писателем и общественным деятелем. Он родился в Александрополе, ныне Гюмри в 1875 году и умер в Ереване в 1957 году. Он жил и творил в 19-х и 20-х веках. Он получил хорошее образование и учился в Вечмиатинской духовной семинарии, а затем продолжил образование в университетах, изучая литературу и историю философии. Аветыг Исаакян был очень любим и уважаемым армянами. Многие его стихи стали текстами песен. Тексты этих песен настолько близки души армянской и деревянской жизни, что простые люди наверняка знают, что это народные песни. Он также был великим патриотом. Дом-музей великого армянского поэта Аветыга Исаакяна находится на тихой и огромной улице Зарабяна, параллельно проспекту Баграмяна. В этом доме он жил последние 10 лет своей жизни. После его смерти особняк был превращен в дом-музей. Открытие дома-музея состоялось 31 октября 1963 года. В 1945 году по случаю 70-летия великого поэта правительство Армении принимает решение подарить Исаакяну особняк. Согласно пожеланию самого поэта, здание строится из черного втуфа по проекту архитектора Перчануш Масрен. Это двухэтажное здание внешне напоминает армянскую часовню с треугольным куполом и притвором при входе. Экспозиция музея состоит из двух частей – литературной и мемориальной. В мемориальную часть входит кабинет поэта, спальня, гостиная, находящаяся на первом этаже, а также уютный садик. Здесь все сохраняется так, как было при его жизни. Самым заветным местом музея является, пожалуй, кабинет поэта. Здесь можно увидеть богатую личную библиотеку Исаакяна, старинный письменный стол, диван, личные вещи, ручки, очки, четки, статуэтка, девушка и олень, камушки с острова Сиван. В мемориальную часть входит и гостиная Варбета. Здесь он принимал гостей. Здесь обычно проводились литературные собрания. Традиционно праздновались дни рождения поэта, Новый год, Пасха. В доме гостило много знаменитых людей. Пабло Неруда, Жоржи Амаду, Николай Тихонов, Георгий Леониде, Максим Рильский и другие. Все спевали и великие представители нашей культуры. Мартрёс Сарян, Хована Ширяс, Хакоп Коджоян, Сильва Капутыкян. Мемориальную часть музея завершает спальня, обставленная скромно и просто. Здесь сильное впечатление производит висящий в изголовье постели портрет любимой матери поэта Алмаст, с которым Исаакян никогда не расставался. Уютный садик является продолжением музея. Неподалеку находятся бронзовые бюсты Исаакяна. Комната на первом этаже, музей и большой зал на втором этаже отведены для освещения жизни и творчества Исаакяна. Литературные части, представления, рукописы, издания разных лет, фотографии, личные вещи, важные документы. Музей имеет довольно богатую коллекцию. Здесь хранятся более 10 тысяч фондовых предметов, представляющих жизнь и творчество поэта. Музей, Милена, Анушик, Эдгар, Пайцар, Сета, Нарине. Музей, Милена, Анушик, Эдгар, Пайцар, 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 Пайцар. Музей. Музей. Продолжение следует...